от хожу в прямом эфире потому что просто кататься не интересно хочется обсудить чем интересным то что творится в мире а именно я тебя ловлю на мысли почему клиенты не стесняются вот когда едут разговаривать о личном такое ощущение что как будто таксист не человек а робот сидит спокойно могут там обсудить женщины свои женские проблемы спокойно обсудить нужно могут спокойно это рассказать там поругаться и машине или там обсудить вот такой личный мужчины там само собой и ганчете трезвый едут все но обсуждают скажите почему так происходит прославная понимает алмата астана москва там население бешеное там понимает население бешеную людей много там при таксисте можно чем-то обсудить рассказать там а у нас вот работа все друг друга знают по камере есть клиент который я два-три раз точно подвозил за один месяц потому что приложение это работает там интересно такие обсуждать например муж женой ругаются там могут там ты почему там вот типа пролюбовницу там изменил не изменил такое и ты невольно слушали появляешься и такой думаешь блин ну неудобно свои женские дела обсуждают там короче ну про мужиков лана понятно мужики то еще те сплетники между нами там сказать мужики тоже конкретно сплетники неприятно говорит но я женщин мой меньше ли по сплетничать ему же мужчины вот понять не могу почему так происходит ну прикольно по крайней мере ты в курсе всех событий почему таксисты сам осведомленные получает потому что клиенты не стесняются говорят слов все обсуждают говорят спокойно мне интересно какая-нибудь звезда конечно у нас таких показывает свету из какая звезда будет ехать где же тоже сам будет обсуждать или нет как вы думаете какие ваши комментарии будет последний раз еду например две девушки обсуждают мужчину например одного того любовь морковь сюда камаз очень подрезанная мужчина естественно там обсуждают там особенно в пятницу я познакомлюсь я кому завалю туда-сюда и так далее вообще таксиста можно спокойно психологом стать главное интересно даже это некоторые советы спрашивают хочу с каждым что такого не может сказать вот вы сами обсуждаете чуть такси не задумывается об этом вот вы едете такси телефону особенно начиная там обсуждать на такие обсуждения думаешь блин правильно понял не правильно понял до уголовного дела доходит там например и вот комментарии ваши какие-нибудь реально вы в такси такси таксиста не воспринимаете серьез или просто прикалычный таксистом шел так я просто недавно посмотрел тут передачи толк толк соборов как раз таки они тоже тему поднимали соборов сказал прив такси и отказать как-то не воспринимается я тоже подумал реально на самом деле реально все получается так я не знаю кстати вот мне просили один слушатель говорит говорили по какой улице ешь вот это у нас сапай там у нас макдональдс бывший находится едущая нурсалью как сам не постоянный клиент есть который со школы забираю стабильно рассказал не рассказывал а там в этом шорт снизу меня семью геев подвозил в 2 тоже не стеснялись обсуждали этом разговору понял что людей интересно и главное это чем старше тем меньше болтает молодежь сам мало молодые семьи молодые они вообще из без костей не воспринимается как робот для них человек таксист вот у нас пробки здесь кто хочет посмотреть там находится торговый центр тамаша кто как думает вообще что вообще думаете таксист вот говорят же таксисты сплетники сплетники но когда столько информации у тебя попадает мозг когда выслушиваешь столько за всяких разговоров конечно начинаешь тоже у тебя охота что-то рассказать охота и семьяча начал рассказывать то что мне рассказывают или как то есть не раз как а между собой разговаривать то что рассказывают там можно вообще целые истории можно книгу даже написать такую разговоров такси кстати можешь книгу такую написать так как думаете стоит не стоит вопрос мне неудобно такие обсуждать вещи конечно некоторые обсуждай который для меня в новинку был я могу вот такой что-то найти слишком много семейного которую не могу рассказывать и не удобно самому да и не поверите вы что люди могут такое рассказать такси такой делал вот боль души чет комментарий нет вчера поактивнее были сок комментарии писали просмотрите это 35 человек прикольно 35 человек еще в эфире смотрит что-то новое но больше намного чем рассказать пример бывает такое что машки едут ждать развод вот и разведяемся туда-сюда надо очень вот это я вот слушать самое прикольное это когда субботу возить людей субботу все спокойные ни о чем не такого не говорят так приятно разговаривают а вот понедельник вторник почему-то самые злые возмущенные клиенты едут начальник козел на работу опаздываю почему ты так долго едешь таксист такое тоже бывает почему у вас так дорого чем машина грязная тоже бывает перед этим взять все домой ну салам из москвы салам салам у меня москва смотрит приятно вот мне вот москвы москвичи извините как вы там как такси едут обсуждаете не обсуждаете личное как вообще воспринимаете таксиста москвы стереотип все таксисты русские знают по крайней мере вот эти стендаперы к венчики создали такой сериотип уральские пельмени приятно когда я думаю мне только казахстан смотря концы с россией смотрит уж вчера кстати писали меня башка 100 а тоже интересно было вот это наша трава дорогой в аэропорт новые новые новостройки здесь застройка идет кстати знаете что ватарау только единственный город где можно доехать до аэропорта за 10 минут ну максимум 15 минут с любого конца города по-моему нигде такого нет визит полчаса час есть ватарау нет такого аэропорта аэропорта близко находится да таксист работ сложно конечно терпения но нет у нас как-то знаете ватара по спокойнее работаю все нервные но как вы бежливы алла казахстан за метров мед алис озере в с азербайджан и откуда и вот жду комментарии что напишите насчет работа такси я смотрю никто не пишет задумались реально таксист слишком много знать начинают таксисты первые пандемии узнали кстати о заболеваниях первые узнают что там правительство готовит тоже они первые узнают ну всем пока спасибо за разговор это класс азербайджан недавно в баку был шикарная столица очень там все понравилось народ ваза такой вежливый все вкусно готовит только гиды не понравились мои гиды это вообще отдельный разговор чуть слабая мне пропадали вот вы же обнял поцеловал азербайджан молодцы честно я рад хорошая страна очень не очень да еще раз поеду обязательно так всем пока всем удачи счастливо